здравствуйте уважаемые друзья по вашей просьбе учитывая то что была небольшая полемика переписка по поводу как изготовить чтобы рыбачить можно было не только нахлыстом я по вашей просьбе изготовлю сейчас вариант чешской нимфы можно производить рыбалку практически любой снастью начиная от дуного амортизатора маховой удочкой сейчас зимой как угодно но естественно нахлыстом крючок учитывая то что у меня бусинка забирает полезную площадь я взял номер 12 граб шримп вы подберете под свой вариант по изготовлению огрузил дополнительно свинцом придав вот такую форму телу и как вы видите закрепил парочку перьев нашего павлина для того чтобы изготовить переднюю часть ту часть грудки которую мы будем имитировать этим пером но его отдел бусинку бусинка вольфрамовая нимфа огружена очень 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 хорошо то есть практически любой снастью 3 такие будем говорить нимфы можно забросить ультралайтом и давайте пером изготовим нашу грудку и будем изготавливать дальше наше тело мы с вами изготовили вот такую шапочку то есть будут имитировать нашу грудку здесь мы перед шариком еще добавим немножко и я как вы видите как обычно закрепил кусочек пластика но я уже взял пластик из вот такого набора который имеется у фирмы hands такого молочного цвета чтобы не проявлялся тот даббинг которым я буду наматывать тело и изготовил вот такой из блестящего даббинга спектра шарик и закрепил как обычно немножко люрекса которым буду украшать тело и леска до 001 чем тоньше леска это вы уже посмотрите по тем габаритам которые ваш крючок то есть подбирайте так чтобы он был продавливать когда будете сегменты пропорционален тому крючку который вы будете использовать и у меня как я уже неоднократно показывал я возьму вот у меня имеется вот такая это шерсть штапельная возьму вот как вы видите вытаскивается пучочек тот который у меня есть мне его будет вполне достаточно для того чтобы изготовить мое тело до самой грудки как обычно хотите клеем хотите чем угодно вот я допустим беру это можно свечкой обыкновенной церковной свечкой изготовить или же я нет недавно приобрел вот есть вощина которая еще мягче церковной свечки прикладываем наши прядь шерсти и буквально не сильно стараемся ее намотать на нашу нить до первого касания как обычно мы уже неоднократно так изготавливали и после этого не меняя вот так вот пальцы начинаем формировать даббинговую нить и наматываем тело стараясь не нарушить ту пропорцию которую мы уже подобрали нашим свинцом вот как я и говорил столько вполне будет достаточно закрепим наш материал поставим теперь немножко в удобное положение для нас крючок и теперь нам необходимо с вами подумать из чего мы будем изготавливать грудку можно также добавить сейчас взять перо павлина и изготовить ту же самую грудку как мы изготовили этот наш чубчик перед бусинкой но учитывая то что у нас должна быть имитация лапок я возьму вот у меня специально есть как я уже неоднократно показывал кролик но домашнего такого производства у которого очень длинная ворса остевой волос который довольно таки хорошо имитирует наши лапки возьмем совсем немножечко так как у нас уже объем нашей грудки изготовлен как вы видите вот остевые волоски достаточно хорошие и буквально вот прикладывая так чтобы у нас не было здесь нагромождение материала закрепим наш материал никаких здесь не красных не других точек фиолетовых мы не добавляем так как у нас основным как я уже вам в переписке и объяснял основным элементом раздражающим и привлекающим нашу рыбу это будет наш вольфрамовый шарик если по каким-либо причинам у вас допустим нет попробуйте заменить ее любой другой бусинкой с бижутерии оранжевый цвет тоже приветствуется вот так будет нам вполне достаточно и теперь друзья нам необходимо с вами про сегментировать нашим люрексом и накрыть до грудки нашей резинкой как вы видите друзья мы про сегментировали люрексом и теперь я покажу просто не стал уже изготавливать без вас как вы видите вот по креплению моей лески она закреплена у меня была за цветным даббингом это для того чтобы тело вышло значительно симпатичнее когда мы его будем сегментировать чтобы не было у нас тех бугров которые обычно образуются вот в задней части как вы видите все очень достаточно у меня хорошо и теперь мне необходимо не сильно усердствую закрепить здесь нашу пленочку закрепили но теперь поставим крючок в удобное для себя положение и просегментируем нашей леской вот мы с вами просегментировали леской я поставил для себя крючок в удобное положение и поменял нить так как головка у нас должна быть черненькая не сильно как говорится усердствуем в этой работе наклоняем вперед пленку но стараемся так чтобы она ровно и балла у нас материал первые дни плотный потом сильнее чтобы не передавить и как обычно я беру перелом его и уже окончательно закрепляю пленку подготовим теперь нашу мушку причешем лапки и спинку я слегка подкрашу коричневым цветом вот друзья мои мы с вами я подкрасил вот таким показываю вы неоднократно спрашивали чтобы было видно вот таким обыкновенным перманентным коричневым фломастером спинку служит достаточно долго и таким же черным я подкрасил саму головку где грудь и как вы видите вполне достаточный у нас и контраст цвета расцветок и в тоже время огрузки лапки можно начесать больше можно меньше это вы уже выберите для себя сами как видите достаточно простой вариант приманки которая работает для любой снасти круглый год особенно сейчас как вы ребята сибиряки меня просили в лунке просто незаменимая вещь благодарю вас за внимание до скорых встреч